Давным-давно, века назад, блистая жизни ярким светом, сиял ведруский солнцеврат, в любви купая мать планету. Мудрее не было людей во всей тогдашней райкумении, чем русы, силой их идей вобрала мудрость поколений. Багаж их знаний был таков, что современная наука всего лишь кучка жалких слов и пара-тройка нудных звуков. В сравнении с ними, лишь сейчас, жрецов избрав поводырями, толпа, заклеив третий глаз, считает предков диколями. Но было все совсем не так, как нам историки вещают, что за серебряный пятак любую книгу извращают. Умели русы мудро жить, был образ жизни тих и ладен, завет природы дорожить любому был с рождения их даден. Хоть не было у них того, что ныне все зовут прогрессом, а реец мог без ничего любым командовать процессом. Им чужды были города, где каждый дом, как муравейник, никто не стал бы никогда души напяливать ошейник. Их жизнь в поместьях родовых с природой рядом протекала. Земля детей своих родных огромной силой наделяла. Им чужд был транспорт. Каждый рус, телепортацией владея, перемещал инертный груз энергии своей идеи. На каждый жизненный вопрос ответ ребенку был понятен. На карте, ключ к которой мозг, не оставалось белых пятен. Но в чьих-то душах в глубине вдруг пробудилось зла начало, оставив разум в стороне. И тьма оккультная настала. Жрецы, чьи души жадно сжигла, решив достичь тотальной власти, в делах не почурались зла, разбив идейный мир на части. Детей Всевышнего они решили объявить рабами. И в Гиблии мы в наши дни узрить подмену можем сами. Залив эмоциями ум, оккультных ритуалов ворох соорудили наобум и расприспыхнули, как порох. И каждый громко голосил, как правильнее быть рабами, спастись от гнила высших сил, вы сможете лишь только с нами. Арийцев погубила мысль, чем непонятнее, тем лучше. Коньки отбросил здравый смысл, к живому очерствели души. Все больше было с каждым днем пустых и мелочных учений, что отупляющим огнем терзали сотни поколений. Забыли все завет отца, любовь дарить всему живому, прикончили в себе творца и в вековую впали к кому. С тех пор прошло немало лет, но сущность остается прежней. Ведизм почти свелена нет, моря оккультности безбрежной. Познав реальность наших дней, могу сказать любому смелым, что время, всех загнав коней, на истребитель пересело. Его так просто не догнать. Но я, заправдывая в погоне, решил поглубже мир узнать, объять вселенную в ладони. Совсем немного прошагал и на распутье оказался. Пути четыре увидал, след каждого вдали терялся. И я решил, по всем пойду, а вот чего-то разузнаю. И правду все-таки найду. Сперва на запад пошагаю. И вот уж запад предо мной, страна кричащего богатства. Людей макает в сладкий гной, свободы, равенства и братства. Повсюду тлен, разврат и грязь. Народ с куриными мозгами. И власть, прожорливая мразь, что все гребет к себе руками. Мелило всех вещей и чувств, у них зеленая бумага. В людском почете хитрый трус, в подвалах заперта отвага. Но он хозяин, бес-вампир, пустив дела таким потоком, взирает доллара на мир своим зеленым мерзким оком. И понял я, ничто нельзя сыскать вовек в таком болоте. Гудбай, заклятые друзья, меня вы больше не найдете. Я отправляюсь на восток, в страну молитв и медитации, цивилизации всех исток, и дзина, вещих комбинаций. Восток мне много подарил, открыв в свой кладезь древних знаний. В сознании новый мир открыл тебе-то жизни, вам преданий. Но я и здесь заметил зло своим видавшим виды оком. Оно по миру поползло, таясь под знаменем пророка. В востоке многие сыны, поняв Коран не так, как надо, тупой решимости полны, вступали в легион джихада. Взорвался зеленью котел, который сильно перегрели, да так, что дым столбом пошел, и к нам осколки долетели. Пошел на юг, забив на все. Но среди тропической культуры не отыскал я ничего для русской страждущей натуры. Остался мне последний путь. Возврат на север свой любимый. Не дав себе передохнуть, вернулся я в свой край родимый. И вдруг я с ужасом узрел. Пока по миру я скитался, мой милый дом, родной удел, в безумный хаос превращался. Вращались мысли в голове. Страна, изменная подруга, вобрала сотни худших черт востока, запада и юга. Акреп проклятый демон зла, паря над миром черной птицей, и жизни русская шкала была у метки застрелиться. Но я не внял совет у тьмы, убив уныние постепенно. Я знал, что после злой зимы весна бывает непременно. И я был прав, из тьмы густой восстало новое видение, и свет разлило золотой, сорвав с меня оцепенение. Я зрил ведическую Русь, зрил дочь Дарьи Великой. Забыл я панику и грусть, увидев мир тот многолитий. Я б понял, не зачем ходить за сто морей за чьей-то правдой. Дух предков нужно воскресить, сварога дух с женой Лады. И жизнь в гармонии с собой, и с остальным прекрасным миром. Любовь творить своей душой, и поклоняться сверху силам. Благодарю природу вновь, за то, что та меня взрастила, и за всевышнего любовь, что на поэму вдохновила. Арийцы, Гой, пришла пора достать ежевые рукавицы, и мирскую обитель зла разбить даже божьей десницей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова